почему вот к нам такое какое-то сейчас повышенное внимание от караевцев еще каких-то органов вызывает вы скаменя типа уголовное дело по минированию якобы это вы все там заминировали и сами прислали и подписались ну зачем мне это да гаишники нас останавливают минске там первые дни каждый день вот сегодня не останавливали машины в которых мы едем в других городах останавливать то есть значит почему это происходит блин и какую-то мерзость вот такой кукольчики такие маленькие почему они именно такими методами поступают какие-то службы меня дергают приедьте к нам в другой город и чего что-то начинают пришлите нам документы за какие-то годы там куда-то еще почему вот это происходит я вас повторяю вы уже вас оценили вас признали реально опасным смотрите вот эти вот а в чем опасность правду говорить о праймерис типа праймерис да вот они ездят туда и никто не мешает чиновники приходят голосуют это что говорит они не опасны они никто они играют какую-то ну они муляж это уже не оппозиция вот эта часть это муляж оппозиции которые там до муляж праймерисом реализует а вы опасны потому что я прочитал одного блогера у паука цитаты орла что в мире лжи говорящих правду считают экстремистами политолога некоторые политологи типа независимые называют уже вот радикалы там статкевич там это радикалы это я радикал что бомбы бросаю что ли стреляю кого-то когда говорю правду я говорю правду и вот в этом мире лжи в который лукашенко превратил беларусь говорящий правду уже радикал экстремист и так далее вы говорите правду уже мало кто это смеет мы прошлый раз уже говорили о той тоже ситуации сложной неприглядной которые оказались независимые сми имеющие даже владельцев за границей за границей да которые здесь работают имеют здесь офис чтобы выживать они уже в себе там красные линии нарисовали боятся их перейти да вот а вы эти линии переходите у нас нету линии нас никто не спонсирует нам можно только наркотики или оружие подсунуть я надеюсь что они до такого не дойдут и те кто нас смотрит люди не дадут нас и к другим блогерам которые вот эти темы освещают вы не надеетесь на это они могут и подложить и подсунуть но если уже встали закопа то ну защитите себя вот этот статус в заявите я даже защита конечно это же полу это уже извините это уже гоняются и подбрасывают чего-то оппоненту лукашенко как он скажет пойдет на выборы а скажет а вот человек заявил что хочет поучаствовать в выборах а вы ему вам наркоту подбросили вы не хотите что если не хотите что за вами ездили вы обратили внимание сегодня за нами никто не ходит да сегодня секретно встретились так секреты этом все вроде бы на карантине две недели но хватает там хватает шестерок и лукашенко николай если вот это даст какую-то защиту нам это статусу да то как бы я не против я все равно буду ездить по городам я все равно буду агитировать если вы кандидат и у вас есть типа пикет это поможем с инициативной группой вот вы приезжаете в любой город там ваши доверенные лица там пикет там вот и взяли технику звукоусилительную можете выступает записывать на это я говорю я вот весь сентябрь так проездил для это надо просто заявить или наши документы какие-то надо вы все сделаем конечно это только и это кстати предложение но они меня каждый день дергают у нас кстати несколько блогеров выразила желание вот в этом поучаствовать но тут беда вот еще нету 35 лет я есть уже 41 ну все уже давайте потому что вы просто открылись до удара но всегда надо сделать никто не защищен я тоже не защищен но просто надо сделать цену давление на нас слишком высокой конечно может быть так случится что когда уже вот так вот приплет лукашенко когда все народ повалит тогда он уже будет готов любую цену платить чтобы попытаться нас остановить да но тогда может быть это будет уже и поздно а сейчас ему же надо западом уже сотни миллионов долларов оттуда получают сейчас да спокойно тихо мало кто там это обзнает эти все проекты всемирным банком европейский банк реконструкции развития льготные кредиты эти гранты и так далее и вот с американцами да и ему же надо там тем же неловко как-то там ну и они говорят только чтобы без уголовных дел а он любое дело хочет сделать уголовных без политических дел любого политическое дело хочет сделать уголовным так заявите про свою гражданскую упадет защитите себя если уже там встали то встали там деревне в деревне кто вырос то знаю что самая большая проблема если ты увидел стаю собак там особенно когда они там гуляют побежать от них нельзя бежать от собак ну мы не бегаем но вот этим поведением они меня просто сами подталкивают на то чтобы я начал как-то более более активно молодой красивый высокий давай вперед договорились все мы решили кандидат протеста вступайте в инициативную группу друзья